Идея возвести храм на Адлерском кладбище возникла давно, когда построили церковь на территории Сочинского погоста. Сразу последовала долгая подготовительная работа, а само строительство осуществлялось в рекордные сроки. Всего за один год здесь засияли золотые купола и приветственно засверкала мозаика у входа. Он быстро построился, теперь можно сходить в него, поприсутствовать. Отец Алексей у нас здесь. Мы очень рады. Только в прошлом месяце была завершена роспись стен. В какой части храма не находись, сверху на вас будет смотреть Спаситель. На западной стене панорама исторических событий. Преподобный Сергий, сыгравший в истории страны ее народа, выдающуюся роль. Знаменитая Куликовская битва стала событием, которое изменило не только русскую, но и общемировую историю. Под руководством святого князя русский народ стал формироваться как нация, по плечу которой были исключительные задачи. В основе больших побед была твердая православная вера. В алтарной части нового храма уже находится привезенный из метрополии Антименс. Теперь здесь могут совершать божественные литургии и церковные таинства, заказывать обедни за здравие и панихиды. Сложилась традиция такая, что поминали в начале убиенных воинов, которые погибли на поле Куликовом сражении, но и затем вошло в практику поминать в этот день всех православных усопших православных христиан. И вот так считается Дмитриевская родительская суббота и поминальные субботы. Дима молимся именно у наших близких, перешедших в жизнь вечную. Накануне в новом храме совершил первый молебен митрополиты Сидор вместе со священниками Сочи и Адлера. Местные жители получили благословление архипастыря на создание здесь церковного прихода. Чем быстрее число верующих здесь будет увеличиваться, тем скорее воскресные богослужения в храме станут регулярными. Я рад, что у нас появился еще замечательный храм в городе Сочи, который будет украшать этот город, который будет собирать людей сюда для молитвы, для встречи, для того, чтобы поблагодарить Господа за оказанные, оказанные милости каждому из нас. За вклад в развитие Екатеринодарской и Кубанской епархии архипастерскими грамотами и медалями свято-великомученицы Екатерины первой степени удостоились устроители храма Дмитрия Донского. Митрополит Исидор лично поблагодарил и главу Сочи за его участие в предоставлении земельного участка для нового храма. Только в Адлерском благочине сегодня это 19-й храм, а в целом по Сочи, конечно, это значительно больше, и мы этому только радуемся и, конечно, всегда предоставляем земли. Вы, наверное, помните, что здесь, слава Богу, был муниципальный объект, который можно было передать церкви, для того, чтобы потом здесь построен был храм. Духовное развитие Сочи продолжается. Число верующих и количество церковных приходов увеличивается. Известно, что сейчас рассматривается вопрос передачи еще двух муниципальных участков для строительства православных храмов.